да все павел привет как алекс слава культурная ярость серёги серёги shattering hello в общем ребят смотрите история такая вот эта игра metal gear вот это у меня картридж японский я его включу включу его но ненадолго вот включая вот для того чтобы рассказать вам одну замечательную историю связанную с этой игры в общем в детстве это был уже наверно какой-то из старших классов насколько я помню какой-то из старших классов наверное лето после 9 класса я так думаю конец лета ближе к осени август я был володи и у меня были какие-то собой наличные деньги кэш а приставки сеги у меня не было в общем там на рынке продовольственном был такой ларёчек то время ларочек что я себя представлял сборище всего что только может быть в этом ларечке вот в том числе там были картриджи с дэнди вот здесь стоит ларочек а вот тут через дорогу другой магазинчик по культурные там книжки продают и в том числе приставки сеги которые у меня не было туда сходил попускал слюни посмотрел на этих всех ребят которые картриджи покупают к сеге и пошел вернуться к этому с дэнди с дэнди наши все вот и там продавец была девушка как я узнал только по голосу потому что помните эти окошечки в ларечках ты не видишь с кем разговариваешь ну девушка сказала вот я пришел интересуюсь играми компьютерными на дэнди картриджи спросил что у них есть да что же у них есть она мне сказала то у них есть много всего и что мне интересует я тогда как раз играл в какую-то контру там ножички russia на так джакал что-то такое думаю ну надо есть что ли такое милитаризованные с ребятами с вот она мне сказала что есть одна игра metal gear на 2 игровки на 2 игровочки но она очень сложная и вот эта фраза что она очень сложная меня как-то породила вам не спортивный интерес ну как сложно я как раз уже ближе к старшим классом там начал какие-то как я думал интеллектуальные игры играть думаю ну как то сложно я начинаю пройти в общем купил этот картридж 2 игровка была тв-геймовская точно что тв-геймовская 2 игровка вторую игру не знаю купил этот картридж значит вологде приехал с ним к сербе домой прочитал название мельком metal gear и первое что я сделал я сделал вот это смотрите я включил игру выбрал и увидел что здесь кроме старта есть еще континуус я нажал на континуус и попал вот в этом меню набором пароли картридж я прочитал мельком знание английского у меня были как у девятиклассника вот который изучал английский школе и по компьютерным играм и первым делом я ввел вот это me tal gear gear потому что я не запомнил как он пишется я не запомнил как игра пишется я ввел metal gear и у меня осталось еще куча символов огромное количество думаю что же это должно быть ну наверняка это первая часть игры я начал водить однирки 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 и в конце тоже однирку и порог подошел первого раза это какая-то история абсолютно мистическая так просто принципе не бывает чтобы я ошибся и с первого раза это все получилось что произошло я нашел в меню и заметил что здесь есть уже какие-то вещи карточки амуниция и именно эта ситуация вызвала эффект тизера то есть я понял что я подобрал пароль с какими-то вещами которые уже есть у меня эти карточки которые куда-то на при надо применять какие-то костюмы противогаза и все остальное я и какие-то сигареты еще пачка естественно у меня там была английская версия вот удивительно что с первого раза каким-то своим логическим методом вы кстати представляете сколько мне пришлось вспоминать как же каким же методом я думал когда вот спустя уже сколько 20 лет назад до спустя 20 лет я вспоминал что же я такой вел я точно помню что в металл гир был с ошибкой я вот когда полгода назад сделал подбирал что же это было я все-таки не понял как я вела такой он так но вы играть мы в японскую версию конечно же не будем запускаем русифицированную намного игровочки